Авторский подкаст Станислава Тарасенко Социально-психологическая монодрама Вот как закрутил Фильм-бенефис популярного актера Бена Уишоу Полнометражный дебют точно вам неизвестного Британа-азиатского режиссера и сценариста Энейла Кореи Возможно, вы не видели его короткие метры Beat, Tech, Work, The Long Goodbye и Teardrops И, возможно, видели какие-то из его срежиссированных сериалов Главарь, Вспомнить все связи и Чистота Да, режиссер и сценарист Энейл Корея Новичок среднекалиберного фестивального кино Только-только стартовавший в качестве режиссера И сценариста полного метра За его спиной ряд короткометражных фильмов С некоторыми звездами Вроде Риза Ахмеда Или Бена Уишоу Еще он потрудился В качестве режиссера Над тремя британскими сериалами Разного уровня популярности Среди них Обычно выделяют Уже озвученные мной Главаря И Чистоту Сценарий полнометражного дебюта Корея разрабатывал издавна Первые черновики наброски Аффекта Режиссер представил продюсерам Еще в 2014 году А за год до этого Корея выпустил свой первый короткий метр Под названием Пульсация Бит Который сразу же приметили На кинофестивалях В Пульсации Среди прочих Снялся Бен Уишоу А продюсером выступил Некий Скотт О. Донал Они-то И стали полноправными членами Команды Кореи Возжелавшими, как и он Аффекта Уишоу Который, кстати, в итоге Тесно подружился с Кореей Они теперь друзья Понравились идеи режиссера Он выразил желание Сняться в главной роли И даже принял участие В сочинении сценария Который был доведен Кореей До ума В сотрудничестве с Рупертом Джонсом И Ритой Калнеяс Про Джонса Рассказывать особо нечего А вот Рита Калнеяс Сценаристка еще одного Недавнего независимого фильма Иронично нахальной Австралийской драмы Молочные зубы 2019 года По какой-то неведомой мне причине Эта комедия страшно Приглянулась Жюри Венецианского кинофестиваля Она получила аж 4 приза Венеции Если не ошибаюсь 2020 года И даже номинацию На золотого льва То ли Сняли мало Качественных Независимых фильмов В этот коронавирусный год То ли действительно В Италии Как-то очень любят Молочные зубы Не знаю Но я фильм посмотрел И мне он показался Довольно обычным Оператором Аффекта Выступил Давний компаньон Кореи С очень крутой фамилией Стюарт Бентли Снимавший почти все Короткие метры Режиссера 3 из 4 А также Потрудившийся Над такими Британскими сериалами Как черное зеркало И плей Хаос Монтажерка Аффекта Аманда Джеймс Тоже помогала Кореи С короткими метрами А до этого Монтировала Видеоклипы Кайли Миноук Адель И Джей Зи Но вы Если являетесь Настоящими Киноманами И ценителями Независимого Качественного кино Не плюйтесь Услышав эти Мейнстримные Поп Имена Я уверен Что Аманде Джеймс Очень и очень Пригодился Опыт Видеоклипмейкерства При монтаже Аффекта Потому что Этот фильм Во многом Эстетически Напоминает Видеоклип Канала MTV Так что Видите Как все Взаимосвязано Вон Карвай Снимает Артхаус Но он Также И является Законодателем Моды и стиля На те же самые Видеоклипы Или Рекламу Снимался Аффект В Лондоне И Лондонском Аэропорту Летом 2019 Года Съемки Провернули За каких-то 25 дней Но на то Были Две Веских Причины Первая Средств И техники Разумеется Не хватало А потому Приходилось Спешить А вторая Причина Более Интересная Энейл Корея Стремился К максимальной Естественности И реалистичности Кадра Поскольку Того Требовала Сама Природа Аффекта Фильма О стремительном Психологическом Эмоциональном И моральном Разложении Главного Героя В исполнении Бена Уишоу Для пущего Документального Эффекта Корея Неимоверно Спешил Стремился Закинуть Уишоу В невиданные Тем ранее Локации Так и было Уишоу Часто снимался В тех местах Которые он Даже Раньше И не видел Вот такое Импровизационное Кино Которое Много лет Подготавливалось Ну В общем Корея Пробовал Что-то новенькое Короче Он создавал Для актера Подходящие Условия Максимальной Телесной Импровизации И сознательной Свободы Оно и верно Иначе Подобного Кино Не снимешь Аффект Картина Абсолютно Британская Что по форме Что по духу Фильм Финансировала BBC Films Это кинокомпания Являющаяся Подразделением Британской Радиовещательной Корпорации И BFI Британский Институт Кино Ну Куда уж Более Британские Премьера Аффекта Состоялась 26 января 2020 Года На американском Кинофестивале Независимых Картин Sundance Там Бена Уишел Само собой Наградили Одним Из призов За блестящее Актерское Исполнение После Аффект отправился На 70-й Берлинский Кинофестиваль Попав В секцию Под названием Панорама И наверняка Дебютная работа Энейла Кореи Еще немало Помоталась По кинофестивальному Свету Если бы только Не коварная Коронавирусная Пандемия Обрезавшая Подобные мероприятия На корню Британский Прокат Аффекта Стартовал 28 мая 2021 года А в остальных Странах Как правило Он был Крайне Ограниченным И фрагментарным Сверх Ограниченный Украинский Прокат Уж я-то знаю Начался 6 января 2022 года В киносети Планета Кино С которой я Сотрудничаю Состоялся Один Только Показ И как раз Вчера Он и проводился И как раз На нем Я предварял Фильм Лекций Я говорю Это только Для того Чтобы вы поняли Насколько я Важный И известный Кинокритик Сюжет Аффекта Посвящен Хмурной И однообразной Жизни Маленького Человека По имени Джозеф Да Вы уже поняли Но его Играет Бен Уишу Джозеф И не живет Толком А попросту Существует Влочится Работает Он В аэропорту Осматривает Пассажиров При входе Друзей Не имеет Девушки Не имеет С родителями У него отношения Напряженно Истеричные Эмоции Джозеф Подавляет Тихонечко И постепенно Сходит с ума Короче Существование Джозефа Как можно понять Лишено Какого бы то ни было Смысла И радости Потому И неудивительно Что однажды Он совсем Сдает И буквально Мутится Рассудком Аффект Очень простой Но действующий Киномоноспектакль Об одиночестве Социальной И психологической Изоляции И как следствие По степенном Схождении С ума Персонаж Бена Уишу Джозеф В течение Картины Переживает Проходит Четыре Психологические Стадии Давайте разберем Каждую из них Стадия Первая Подавление В семье На работе Даже у подъезда Собственного дома Стадия Вторая Раскрепощение Высвобождение Подспудных Желаний Джозефа Его небывалая Психологическая Разрядка Резкое Выхождение За пределы Дозволенного Причем Как самим Джозефом Так и Общественными Нормами И законами Стадия Третья Разложение Почти полная Потеря связи С реальностью Усугубление Психологического И эмоционального Состояния Джозефа Вандализм В номере Отеля Посещение Свадьбы Агрессия Драка Ну и Четвертая Стадия Финальное Успокоение Ночевка У родителей Прощальный Разговор С матерью Неудачное Ограбление И улыбка При взгляде На индуистско-кришнаистские Танцы При этом Каждая Из этих Стадий В той Или иной Степени Обрамлена Джозефовым Безумием То берущим Над ним Вверх То его Отпускающим Таким образом Аффект Это предельно Психологическое Кино О том Как слетают С катушек Находясь Под непомерным Давлением Социума И отсюда Уже Социальная Тема Традиционно Привет Майк Ли Привет Кен Лоуч Заложенное В британском Фильме Что Несколько Раз повторяет Джозеф В картине Всего лишь Три слова Но Какие Важные Это Неважно Говорит Он Фундаментальные Слова Точнее Всего Остального Описывающие Те Невидимые Монструозные Механизмы Которые Надломляют Безусловно Предрасположенную К надлому Психику Джозефа Судя по всему Его мать Отличается Такой же Склонностью К расстройствам Как Ее Сын Неважно Что происходит На работе Неважно Кто Принес Торты Чье Сегодня Празднуется День рождения Неважно Из-за чего В миллионный Разбурчит Отец Неважно Почему Истеричничает Мать Неважно Как Ты Одет Неважно Вообще Ни Че Во Поскольку Вся Джозефова Жизнь Это Бесконечное Напряжение И Дискомфорт Джозеф Он Как Брюс Беннер Которому Ежесекундно Приходится Сдерживать Своего Внутреннего Халка А весь Окружающий Мир Как На зло Давит На Беннера Провоцируя Его Отпустить Высвободить Скрытого Монстра И Явить Свою Подлинную Природу Неуправляемого Безумца И Разрушителя Разумеется Что Беннер Не в состоянии Всю жизнь Контролировать Своё Я Рано Или Поздно Оно Вырвется На Свободу Рано Или Поздно Стекло Стакана Треснет Прольется Кровь И Тогда Безумие Возьмет Над Джозефом Власть И самое как по мне интересное в этом фильме заключается в том, что трагедия истории Джозефа лежит как раз в области мысли, а не чувства. Джозеф скатывается в безумие, раскрывается Халком не только потому, что болезнь в какой-то момент захватывает его с головой, а потому что после очередной семейной сцены он сдается, перестает находить причины для поддержания видимой нормы. Это как если бы Брюс Беннер опустил руки и сказал себе, какой смысл, вот какой смысл постоянно сдерживать, подавлять себя, страдать, оказывать сопротивление беспощадному чертовому внешнему миру, если, если все это не важно. Джозеф сдается, проигрывает битву окружающим и самому себе, и тогда приходит чудовище. В этом и заключена главная социальная критика аффекта, посвященного человеку с разорванными социальными и психологическими связями. Развал личности Джозефа, вся его одиссея безумия – это результат несчастливой жизни героя, тех страданий, которые причиняет Джозефу окружающий людской мир, не замечающий ни его самого, ни его банальных обыкновенных желаний, вроде одобрения отца или внимания девушки. Разумеется, предрасположенность Джозефа к психологическому расстройству, я имею в виду, играет не меньшую роль, хотя и НЛ Корея в интервью ее отрицает, но не будем его слушать. Но тем фильм Кореи и хорош, что он позволяет нам проникнуть в голову персонажа Бена Уишелл, дабы распознать те самые монструозные механизмы, которые абсолютно невидимо для окружающих, просверливают Джозефову черепную коробку и проникают в самую сердцевину его личности. И, конечно, «Аффект» – это еще и моральное кино, потому что Джозефа нам очень и очень жалко. Фильм Энейла Кореи – это личная трагедия маленького человека, настолько маленького, настолько чеховского, что универсального, всечеловеческого. Эта картина – микродрама, в прямом смысле субъективное кино, субъективнее некуда, но при этом оно о каждом из нас. Каждый мог бы быть таким тараканом, невидимкой, отверженным, стесняющимся собственной тени, живущим наедине, подогревающим себе ужин в одиночестве, ни с кем не разговаривающим, лишним. И каждый мог бы вот так сорваться, экзистенциально проиграть. Весь фильм в стиле каких-нибудь трясущихся кинокамерой братьев Дарден мы гоняемся за Джозефом по улицам, следуя за ним по пятам и наблюдая эту самую экзистенциальную трагедию. Деремся, занимаемся сексом, рвем матрас, конвульсивно дергаемся, оттягиваем губу, тремся о мех. Да, это именно что психологическая Одиссея, но только не происходящее где-то вовне. Одиссея именно внутренняя. Аффект – это фильм о взаимосвязи двух миров – социального, то есть внешнего, и психологического, то есть внутреннего. Обязательно стоит сказать, что аффект – это бенефис англичанина Бена Уишоу, его поистине звездный час как актера. Уишоу – хороший, харизматичный, молодой, ему только недавно стукнуло сорок, паренек, частенько зазываемый Голливудом для воплощения на экране подлинного британского духа. Вот когда-то был, ну, я не знаю, Хью Грант, а теперь есть Бен Уишоу. Но и без этого Уишоу сам по себе молодец. Его наиболее известные кинокартины – это следующее. Приготовьтесь, занудный перечень. «Парфюмер. История одного убийцы Тома Тыквера». Этот фильм прославил Бена Уишоу и по-настоящему запустил его кинокарьеру. «Меня там нет» Тодда Хейнса. В этой картине Уишоу сыграл одну из ипостасей Боба Дилана, вместе, например, с Кристианом Бэйлом и даже Кейт Бланшетт. Дальше – яркая звезда, звездочка Джейн Кэмпион. Уишоу исполнил вполне подходящую ему роль британского поэта Джона Китса. И фильм номинировался на «Золотую пальмовую ветвь». Дальше – «Облачный атлас Тома Тыквера». Я об этом фильме даже не хочу вспоминать. «Теорема Зеро» Терри Гиллиама. Тут роль Уишоу совсем маленькая, но ведь это же Терри Гиллиам. Кстати, как-то надо записать о нем 5000 подкастов. Ну и про Монти Пайтон тоже. Дальше – обе части приключений Паддингтона. Вы можете задаваться вопросом, а кого же Уишоу сыграл в этом фильме? А-а-а! Уишоу озвучил легендарного медвежонка самого Паддингтона, что само по себе большая честь и признание, поскольку Паддингтона наряду с бетлами, британской королевой и традиционным чайпитием называют «воплощением английскости». Ну и как подтверждение моих слов, что Бен Уишоу идеально воплощает британский миф, Мэри Поппинс возвращается Роба Маршалла. Конечно, он тут снялся. История Дэвида Копперфилда, Арманда и Ануччи. Похоже, что Бен Уишоу сыграл в каждой экранизации крупного британского романа последних 20 лет. Дальше «Малыш Джо» Джессики Хауснер. Это еще одно независимое фестивальное кино, формально и эстетически близкое к аффекту. Очень, кстати, рекомендую смотреть в связке с аффектом. Ну и, конечно, Бондиана. Уишоу снялся в трех последних фильмах о Джеймсе Бонде в роли Кью, инженера-помощника, ответственного за всякие технологические примочки агента 007. А вот наиболее известные сериалы с Беном Уишоу. «Пустая корона» – BBC-шное воплощение исторических пьес Уильяма Шекспира для «Малых экранов». Уишоу сыграл роль одного из королей. Уже не помню, какого точно окажется Ричарда. Дальше «Фарго» Ноя Хоули. Ну, что уж тут говорить. Четвертый сезон. Уишоу действительно молодец. Хотя я его еще в этом сериале не видел. Но, судя по кадрам из сериала, выглядит действительно ого-го. Кстати, в ближайшее время запишу подкаст о «Фарго» братьев Коинов, которые буквально вот-вот, повторно, а может и впервые, выходят в украинский прокат. Скоро читаю лекцию в кинотеатре. И, соответственно, уже на этой неделе хочу записать подкаст. Следите за киноведами. Подписывайтесь. Ну и последний сериал с Беном Уишоу. Просто идеальный и для него, и для его партнера. Чрезвычайно английский скандал о двое самых британских режиссеров Стивена Фрирза. Уишоу составил компанию еще одному ходячему воплощению британского культурного мифа – Хью Гранту. В «Аффекте», в фильме, идеально подобранном под статуру и харизму актера, Бен Уишоу убедительно перевоплощается из тихони в сумасшедшего, срывается в бездну безумия, играя даже своими глазами, а не одним только телом. Короче, Уишоу в «Аффекте» веришь безоговорочно. Вот и все, что я собирался рассказать об этом довольно любопытном фильме. Слоган «Аффекта» – конечно, та самая фраза. Это не важно. И не дай нам Бог свалиться в эту бездну. Большое спасибо, что слушали. Разумеется, я скажу, я не могу не сказать. Возвращайтесь. Киноведы. Авторский подкаст Станислава Тарасенко. Да. Продолжение следует. Продолжение следует.